Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев провел совещание, посвященное вопросам совершенствования системы управления сферой физической культуры и спорта, развития массовых его направлений, отбора и воспитания талантливых спортсменов, комплектации сферы профессиональными кадрами, возведения современных спортивных объектов и обеспечения лучшим спортинвентарем. В ходе совещания был заслушан отчет ответственных руководителей о проблемах и недостатках в указанных направлениях. В совещании приняли участие премьер-министр, государственный советник и его заместители, руководители ответственных министерств и ведомств. Внимание сфере в наши дни особое. Целевые ориентиры, чтобы пространство здорового образа жизни было представлено современнейшими комплексами, высокофункциональным спортивным инвентарем отечественного производства, системным подходом к подготовке тренерского состава и работы с подрастающим поколением. Так, чтобы налицо была реальная отдача миллиардных инвестиций, проектов государственной поддержки. Отдача в самом ценном – здоровье. Инициативы руководителя страны детально, скрупулезно продуманы и ориентированы именно на эти благородные цели. Знаковым называют эксперты февральский указ президента о мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта. В соответствии с документом был создан Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту. Его задачами определены реализация единой государственной политики в области физической культуры и спорта, направленной на приобщение широких слоев населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Воспитание физически здорового подрастающего поколения. Развитие индустрии и инфраструктуры. Популяризацию, широкое признание спортивных достижений страны на международной арене. Всемирное развитие детского спорта путем широкого вовлечения детей, особенно девочек, в регулярные занятия спортом. Повышение качества детского спортивного образования. Дальнейшее расширение сети детских спортивных объектов во всех регионах, включая сельские отдаленные районы. Совершенствование непрерывной системы отбора, подготовки и повышения мастерства талантливых и перспективных спортсменов. Формирование из них качественного спортивного резерва и составов сборных команд страны для обеспечения успешного участия на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира, Азии и других престижных международных соревнованиях и турнирах. Раньше Министерство по делам культуры и спорта в части спорта ограничивалось в основном проведением комплексных мероприятий, соревнований. До работы с кадрами, до развития массового спорта, до селекции руки не доходили из-за того, что колоссальный объем работ возлагался в целом на Министерство. С февраля месяца по настоящее время принято по инициативе нашего уважаемого президента более девяти постановлений президента, направленных на развитие спорта. Соответствующие постановления Кабинета Министерства по их выполнению более 70 нормативных актов Комитета по физической культуре и спорту. Большая работа проведена по формированию кадрового потенциала Комитета по физической культуре и спорту, кадрового потенциала на местах формирования областных районных звеньев. Фонд детского спорта из Министерства народного образования передан в наше ведение и все детские и юношные спортивные школы. Благодаря этому решению нашего президента создана единая система структуры снизу доверху, позволяющую отслеживать, развивать, начиная с массового спорта, селекции до формирования сборных команд Узбекистана, формирования мастеров международного класса для развития федераций по всем видам спорта. За этот период наши спортсмены приняли участие, с успехом выступили на играх исламской солидарности, в азиатских играх, боевых искусств и закрытых помещениях, на чемпионатах мира и Азии. Впервые завоеваны медали в азиатских первенствах, в таких видах, как прыжки в воду и синхронное плавание, чего раньше никогда не было. Недавно хорошую новость мы сегодня получили. Наш самый маленький мастер шахмат Надарбек Абдусатаров стал самым молодым гроссмейстером мира. Недавно мы все видели, как наш уважаемый президент наградил Джавахира Синдарова, который стал самым молодым в мире мастером спорта по шахматам международного класса. Конкретные механизмы и целевые ориентиры работы в данном направлении обозначены июньским постановлением президента о мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта. В соответствии с этим документом утверждена программа по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан. В 2017-2021 годах запланировано строительство, реконструкция, капитальное ремонт и оснащение 167 спортивных объектов. Из них 90 спорткомплексов и 77 плавательных бассейнов. Пример особого внимания к сфере и постановление президента Республики Узбекистан о широком привлечении спортсменов Узбекистана, достигших высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, к общественной и спортивной деятельности, а также поощрении спортсменов и их тренеров. Другие документы. По инициативе президента принято постановление 3031 по развитию массового спорта в Республике, которое раньше мы знаем, что спортивные сооружения колледжей, лицеев, школ после занятий пустовали. Благодаря этому постановлению у нас сейчас создалась возможность их задействовать в полном объеме для неорганизованной молодежи, особенно в сельской местности и в районах республики. И это позволит нам выявлять новые таланты и выращивать талантливых спортсменов. Недавно по инициативе президента мы все знаем принято постановление о переводе физкультурного института в город Черчик. Благодаря этому создается кластер Олимпийский колледж, институт физической культуры и спорта на базе Черчака, что позволит создать учебный объект мирового класса, в дальнейшем позволяющий готовить кадры для воспитания наших молодых талантливых спортсменов. Сегодняшняя встреча отличалась глубоким детальным анализом уже проделанной работы. Звучало немало цифр статистики. Итог системного реформирования сферы. На соревнованиях регионального и международного уровня в 2017-м нашими спортсменами завоевано 485 золотых, 394 серебряных, 531 бронзовые медали. По сравнению с прошлым годом число наград возросло на 60%. Итог комплексного подхода и такой показатель. Если раньше на одну спортшколу приходилось 5-7 олимпийских видов, то в текущем году эти цифры возросли до 10-12. Руководитель страны на совещании обратил особое внимание на целом ряде принципиально важных задач современного этапа реформирования сферы. В первую очередь, уважаемый Шавкат Мараманович, обратил наше внимание на недостаточную работу внизу, в районах, особенно в сельских местностях, по развитию массового спорта. Она абсолютно не отвечает требованиям времени. Нам необходимо разработать систему, создать именно систему работы массового спорта в районном звене, что у нас в настоящее время отсутствует. Второе. Фонд детского спорта раньше строил объекты в некоторых местах по 3-4 зала бассейна, а в некоторых районах, особенно в горной местности, в сельской местности ни одного не было. Сейчас наша задача перейти к точечному, целевому строительству. Это первое. Второе. Проинтертизировать все ранее построенное, привести их в соответствие, реконструктируя ремонт и обеспечить современными оборудованиями и инвентарем. И третье. Фонд детского спорта теперь должен не только строить объекты, он должен заниматься именно развитием детского спорта. Как можно большее количество детских соревнований проводить и большие вопросы уделять селекции талантливых спортсменов. Принято постановление по переводу Института физкультуры в город Черчик. И на сегодняшней встрече наш уважаемый президент дал поручение на базе этого института создать научный центр в области спорта с современными лабораториями. И все внимание уделит целевому развитию спортивной науки, что в дальнейшем позволит оказывать практическую большую помощь нашим спортсменам. Кроме этого, поручено приглашением ведущих мировых специалистов в области спортивной медицины пригласить и развивать здесь функциональный спортивный медицинский центр для диагностики и лечения, профилактики наших ведущих спортсменов. Также поставлен ряд задач, которые позволят Комитету по физкультуре и спорту на ближайшее время еще больше усилить свою работу. И это позволит на следующий год, у нас, мы знаем, предстоят азиатские игры, олимпийские в Индонезии, юношеская олимпиада, зимняя олимпиада в Корее, позволит еще лучше подготовиться к этим соревнованиям и поднять авторитет узбекского спорта на новые высоты. Особое внимание было уделено вопросам развития олимпийских видов спорта. Критически обсужден и рассмотрен их дальнейшее развитие. Увеличение числа видов спорта, которые могут на сегодняшний день, имеют потенциал для достижения высоких целей, высоких уровней высшего мастерства спортсменов на таких соревнованиях, как Олимпийские игры, как чемпионаты мира. Увеличение количества наших специалистов в работе международных федераций, международных организаций. Это тоже определенное направление, на котором нам нужно обязательно работать, методологически работать. Вопросы подготовки и селекции спортсменов были в центре внимания. К примеру, в таких видах, как фехтование, велоспорт, плавание, теннис. И обучение специалистов для сферы. Спортивных менеджеров и психологов. Пересмотра учебных программ и планов. Развитие детского спорта по четко обозначенной дорожной карте. По этим и другим направлениям руководителям страны были определены четкие задачи.